срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев это 13 урок мы продолжаем с вами разбирать тему woodmart в этом видео меню под меню мы уже конечно с вами часть меню вывели но не рассматривали какие все-таки настройки есть от woodmart которые внедряются в wordpress меню здесь очень интересные есть настройки то есть вот подменю я уже одну выводил вот как раз сейчас про подменю и какие же там настройки интересные есть от темы woodmart мы с вами переходим внешний вид меню вы уже помните что мы с вами ранее в уроках создавали несколько типов меню то есть вот у нас есть главное меню как делать под пункты меню я надеюсь вы знаете да элементарные то есть под пункты меню то есть просто когда вы страницы создали или какие-то элементы любые там с категории так далее давайте я сейчас просто возьму наобум разных элементов просто кину в главное меню и сделаю их допустим мышкой просто зажимаю до 2 уровня вложенности потому что вы знаете что можно делать и 3 то есть это вот так оттягивая еще вправо видите у нас такая иерархия как ступенчатые получаются то есть вот такого вида меню к примеру сохранить это просто мы сделали с вами самое верхнее меню появляется стрелочка да и при наведении у нас уже вот так вот выглядит меню если мы перейдем в категории выбрать то есть это у нас с вами вот эти вот категории до категории товаров здесь тоже вот у меня один пункт есть и давайте я просто набросаю разных также сделаем второго уровня вложенности и у нас в принципе вот наводим мышь на мебель да вот у нас спокойненько появляются под пункты меню и вроде бы все хорошо и давайте просто разворачиваем любой пункт меню начнем сверху и посмотрим что здесь есть вы видите что отличается сильно потому что тут добавлены поля отличается настройки каждого пункта от обычного меню wordpress это как раз таки и есть эти вот введение новых опций от темы вудман и первое что здесь за опции вот такой выпадающий список полная ширина полная высота установить размер и некий вид отображения если это просто вот такой пункт меню не закреплен к нему под пункты меню 2 3 и более уровней вложенности тогда вот эти опции вы не увидите что они дают получается вот я полная ширина могу здесь появляются дополнительные поля могу выставить ширину включить прокрутку здесь возможность прицепить html блоки это все мы будем смотреть более детально скорее всего в следующем видео когда будем уже смотреть именно что такое мега меню поэтому в обычных пунктах за которыми нет закрепленных вложенных пунктов меню вы вот эти моменты можете конечно посмотреть но я вот смотрел никакого вида они не дают но вот если мы в мебель сейчас эти настройки будем смотреть а у него есть видите сколько вложенных пунктов я здесь сделал полная ширина 900 поставил пикселей что происходит то есть здесь мы ничего не видим но вот здесь вы видите что происходит у нас же было все в одну колоночку но у нас вот так вот меню уже меняется поэтому мы сейчас буквально чисто попробовали это уже что-то отсылка такая к мега меню и это мы продолжим в следующем видео а сейчас я хочу рассмотреть другие возможности то есть вот этот дизайн мы более детально рассмотрим следующих видео и так движемся ниже дальше здесь цветовая схема светлый темный да у нас как-то это странно то ли перевод там неправильно я выбрал светлый здесь это тоже не влияет но вот здесь у нас видите подложка стала темная а вот поэтому давайте вот это светлый темный тоже мы пока не трогаем открыть при наведении при клике мыши соответственно это тоже будет скорее всего влиять не здесь а именно где у нас есть выпадающий список ну давайте посмотрим то есть здесь как я и сказал видите эти опции они работают поэтому мы с вами встав в мебель переходим здесь я выставлю по умолчанию давайте посмотрим мне интересно то есть не когда мышка наводится когда происходит клик да это работает то есть смотрите видеть при наведении не появляется но если я клику на меню меню нас появляется соответственно оно тоже исчезает видите мышку я увёл меню не исчезает по клику в пустом месте она исчезает дальше вот идут как раз интересные настройки которые мне очень нравится здесь и это будет работать ко всем пунктам не только для пунктов у которого есть вложенные пункты давай давайте вернемся к верхнему это у нас текст метки допустим новинка основной цвет любой выбирать свет вторичный красный и это можно назначить к любому пункту меню появляется такой некий лейбл с текстом новинка видите очень круто смотрится можно снабдить такой меткой любой пункт меню на мобильных устройствах кстати тоже смотрится также работает сразу же не надо никаких телодвижений видите на мобилке тоже смотрится нормально далее следующая опция можно загрузить изображение и ссылка для загрузки изображения то есть я так полагаю будет картинка заполнена в этот пункт меню надо смотреть просто ни разу не смотрел ну не знаю мне кажется это неинтересно здесь а вот если загрузить значок тогда это интересно сейчас посмотрим или ниже имя иконки есть такой сервис фон эвисон да где мы можем зайти на этот сервис взять код иконки вот пример можем прям пример этот вставить но дело в том что почему-то не все иконки далеко не все отображаются не знаю почему поэтому лучше svg иконку то есть в формате векторной графике загрузить я сейчас просто произвольную какую-то наобум просто возьму какое-нибудь изображение просто она будет конечно очень маленькая вот обратите внимание вот так появляется иконочка и вы можете снабдить иконки те пункты меню которые хотите и здесь тоже для этого меню тоже можно и эти новинки добавлять лейблы и иконки и здесь остается у нас якорь страницы для одностраничного меню если у вас какой нибудь лендинг включить отключить здесь еще можно сделать якорь и все же давайте я перейду сейчас в меню все-таки хочу показать как выглядит вот этот лейбл немножко иначе на горизонтальном меню заходим допустим магазин текст допустим товары зеленая метка пускай будет вот так вот выглядит меточка она появляется надо пунктом с такой маленькой там такой знаете как чат как будто бы стрелочка вот вот так это выглядит симпатично посмотрим в меню в меню она в мобильном меню она выглядит абсолютно нормально не сверху потому что сверху она бы не смотрелась до на мобилке тоже все хорошо внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение. Перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на эту собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok